В мире формируют теневой флот для перевозки нефти в интересах России. СМИ. Для перевозки нефти в интересах России, в мире, скапливается огромный теневой флот с неизвестными владельцами. Об этом пишет РБК Украина со ссылкой на Блумбок. По словам главного исполнительного директора компании Мэрск Тенкос, управляющей флотом из 170 кораблей Кристиана Ингерслева, если вы посмотрите на то, сколько кораблей было продано за последние шесть месяцев, неизвестным покупателям, то станет понятно, что создается флот для того, чтобы перевозить эти грузы. Согласно оценке судостроительного брокера Бреймар, для поддержки перевозки по России 4 миллионов баррелей в день на Дальний Восток были закуплены дополнительные 240 судов, 102 афромаксов, 58 суэцмаксов, 80 очень больших нефтяных танкеров. Руководитель отдела исследований танкеров Бреймар Ануп Сингх отметил, что торговля танкерами выросла неизвестными. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Субъектами в Дубае, Гонконге, Сингапуре и Кипре. Большинство кораблей старые и попадают в теневой флот. Блумбок допускает всплеск перегрузок с судна на судно, которое связано с Санкционным риском обработки экспорта из русских портов. Необходимостью перегружать небольшие грузы на более крупные танкеры для дальних рейсов. Напомним, РБК Украина писала о том, что в США могут попытаться установить предельную цену на нефть, экспортируемую из России выше 60 долларов за баррель. Тем временем, Москва все же может получить достаточное количество танкеров для отгрузки большей части своей нефти вне новой цены, которая была установлена G7. Грузия со своей стороны закупила у России нефти в четыре раза больше, чем в прошлом году. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.